Я не хочу рассуждать на тему, считаю я Путину, я делаю все, чтобы Путин ушел в меру моих слабых сил и также мои коллеги и товарищи. Вот в этом может быть и наше отличие от тех, которые готовы пофилософствовать на тему, сидя на заборе и наблюдая за тем, как гибнет страна, уйдет ли Путин. Я не знаю, может он уйдет завтра, может он уйдет через 2-3 года, но если он уйдет через 2-3 года, то я боюсь, что раньше уйдет страна. Поэтому я не рассуждаю о том, когда он уйдет, а я стараюсь сделать все для того, чтобы он ушел как можно раньше. А что касается социальных требований, которые будут очень остро подняты в осень, это неизбежно. Это неизбежно после тех мер по тарифам, по ликвидации остатков бесплатного образования и медицины. Только я бы их совершенно не противопоставлял, потому что так же, как без отставки Путина невозможно и свободные выборы, так же без отставки Путина невозможно и решение социальных проблем страны, социальной катастрофы. Это не мои слова, ни Зюганова, ни Удальцова, социальная катастрофа так определяет положение дела в этой сфере крупнейший специалист в этой области Евгений Шлемович Гантмахер. Кстати, рекомендую вам с ним поговорить. Хотя он такой системный либерал, он член Кудынского комитета по гражданских инициатив, как, я считаю, бесполезные организации, более того, направленный на то, чтобы либо удержать Путина в власти, либо уговорить его передать власть системным либералам, которые так же, как и он, ответственны за состояние страны. Но Гантмахер, он прежде всего ученый, и он прекрасно знает эту проблему. Так вот, и к этой проблеме нельзя приступиться без ухода Путина с его поста неограниченного хозяина Российской Федерации. Правда, его неограниченное хозяйство, оно, да, действует, когда он может, захочет посадить кого-то человека в тюрьму, но эта вертикаль настолько развалилась, что она не функционирует и не может обеспечить просто элементарную безопасность. И я думаю, что Путин не был заинтересован в гибели сотен людей в Крымске. Ему приходится там летать на автолете, говорить какие-то неприятные вещи, но ведь он ничего не может сделать. Он породил эту систему воровства, и вот, возвращаясь к тому же Ткачеву, он не может снять Ткачеву, что совершенно необходимо также для того, чтобы что-то менялось на Кубани, потому что они связаны, они члены одной и той же бригады, правящей криптократией. Поэтому все-таки, во-первых, я стараюсь делать, а если говорить о прогнозах, ну, мне кажется, что очень долго это продолжаться не может. Кстати, тут вот, это самая большая дискуссия в протестном движении, хотя я бы тех людей, с которыми приходится дискутировать по этому поводу, и не считал бы участниками протеста. Вот ряд таких ВИПов известных повторяют такие фразы, ну, это марганализация, что значит Путина в отставку, дело не в Путине, дело там глупше, мы должны влиять на власть, а не менять ее. Это настолько глупо, что это люди, которые, говорят, не могут в это верить. По-моему, это просто сознательное стремление выхвостить протестное движение. Да, отставка Путина, вот сегодня уйдет Путин, или, не знаю, что-то с ним случилось, Грибочков объелся, и ничего не изменится немедленно. Но ни одна из фундаментальнейших проблем России, чудовищное состояние нашей экономики, социальной сферы, ничего не изменится. Но ни к решению ни одной задачи приступить нельзя при существующем Путине. Поэтому отставка Путина, это просто необходимо, иначе вообще мы ни о чем. Вот если мы просто что-то требуем, а что мы требуем без отставки? Значит, это мы просим Путина выполнить какие-то пожелания, восстановить политическую систему, свободный выбор, ну сколько можно требовать. Неужели не ясно, что вся суть этой системы и власти этого человека основана на том, что никогда свободных выборов не будет? Так же, как все эти социальные проблемы, чудовищное состояние здравоохранения, ЖКХ, образование, как мы только что били в Крымске, просто элементарной безопасности, они никогда не будут решены при этой системе и при этом человеке. Ну вот если я упомянула, в Крымске он просто, этот человек никогда не снимет негодяя Ткачева, я не боюсь это слово сказать в прямом эфире, а в отношении субъекта, который глумился над пострадавшим, что же, говорит, мы до каждого из вас должны были дойти? То есть после этого заявления человеку нужно было немедленно снимать и предавать суду по двум тем причинам, по абсолютной безнравственности и цинизму и по абсолютной некомпетентности. То есть глава Края говорит, что в течение пяти часов невозможно было оповестить людей и спасти сотни, а может быть тысячи жизней, мы не знаем, кто там. И этот человек никогда не уйдет, потому что он ответственно зараспил Олимпиады, потому что он строил дворец Путина в Геленджике, они члены одной и той же преступной банды. Поэтому без отставки Путина, без отставки диктатора и крупнейшего вора в истории России никакого движения вперед не может быть. Страна обречена просто на деградацию. И люди, которые 20 лет, ну я имею в виду коллективно, вся эта группа Чубайса, они находились 10 лет у власти при Ельцине, они определяют всю экономическую политику Кудрина, они архитекторы всех этих новых, как они говорят, непопулярных реформ по ЖКХ, образованию. Это вообще замечательные термины. Я вот уже 25 лет, мы все 25 лет слушаем непопулярные реформы. Вот они героически проводят какие-то непопулярные реформы. Ну вот вообще-то, когда говорят непопулярные, значит вот что-то такое, какое-то тяжелое, неприятное лекарство, но если его выпьешь, то через некоторое время, там, через 2-3 года страна расцветет и все будет. Ну вот уже 25 лет идут непопулярные реформы. Все люди, которые их проводили, включая всех, Элькничаевых, Прохоров, Чубайсов и прочих, ну все они мультимиллионеры, а некоторые из них миллиардеры. Так все-таки оказывается, что эти реформы для них лично оказались популярными, а теперь они вот какие-то новые какие-то партии сбивают. Я читал блог Нечаева на эхо. До последнего момента, до последнего абзаца блестящая характеристика вот сегодняшней системы. А потом призывают вступить в какую-то его партию. Ну так это человек, который строил эту систему. По крайней мере первые 10 лет, а вторые 10 никогда вот до последнего самого времени не имел против них никаких возражений и прекрасно в ней процветал. Вот в Комитете гражданского института собраны такие люди. Они понимают, что Путин становится для них опасным, он уже неадекватен. Их стратегия, они вот те, которые говорят, не надо отставки Пути, не надо, это примитивно, там, организация протеста, их стратегия оставить Путина и потихоньку уговорить его в течение одного-двух лет постепенно сдать им власть. То есть не изменить власть скриптократии. И они, вот их идеологом, причем очень честным, ярким, талантливым по-своему является Михаил Дмитриев. Доклады, по-моему, и в вашей аудитории неоднократная. Рекомендовал. Вот он откровенно пишет в своих докладах, что мы не собираемся устроить конкурентную систему, то есть абсолютно честные выборы. Мы хотим передать власть каким-то там людям, которые будут проводить мудрые, либеральные, непопулярные реформы. То есть самим себе. Я не вижу особого затишья в протестном движении. Да, вот такой марш миллионов, который ассоциируется с Удальцовым, это его форма, и так называемым большим комитетом, в который я тоже вхожу, он возобновит свою деятельность в середине сентября. Будет большое, по-моему, 15 или 16 сентября. Но ведь мне неоднократно приходилось говорить, я это с удовольствием повторю, что, во-первых, никто не имеет монополия на протестное движение, во-вторых, это не вертикальная иерархическая структура. Вот мы там в оргкомитете распорядились следующую большую акцию в сентябре. Масса есть гражданских активистов, молодых. Вот целая поросль появилась после событий 6 мая и последующих за ним гулянием по бульварам и окупая баем. Молодая энергия рвется к новым действиям. Но вот уже в июле будет два достаточно значимых марша. С 14 жаркий июль идут сейчас переговоры с мэрией, но они, как всегда, в такой вязкой манере ведутся. А не нам, я оговорился нам, я не являюсь членом этого комитета, но я симпатизирую его участникам и завтра буду принимать участие в конференции. Они предлагают оргкомитету Тараса Шевченко, но это какой-то такой сливной бачок, который в последние годы всех туда сливали, неугодных маре. Оркомитет настаивает там какой-то центральной площади, в бульварах. Ну, как всегда, это будет длиться до последнего часа. И 26-го будет большой митинг, это его удальцов организовывает. А, 26-го июля, да. И что, мне кажется, очень правильно и важно, что в центре и 14-го, и 26-го, в центре, там много вопросов, но в центре это борьба против политических репрессий, освобождение политических заключенных. Понимаете, вот этот лозунг освобождения политических заключенных был лозунгом вообще Болотна и Сахарова с самого начала. Тогда мы имели в виду людей, как, прежде всего, Кадаковский, Лебедев, масса арестованных предпонимателей по сомнительным делам. Нам могли возражать, что это, как бы, не политзаключенные в чистом виде, это какая-то комбинация политического преследования и экономических разборок. Но вот сейчас есть 13 человек, я не говорил о девушках из Пульсерайт, а вот 13 человек арестованы по делу, так уже говорится, по делу 6-го мая. Это уже чистейшей воды политзаключенных. И что самое подовольное, трусливое со стороны власти, они же, да, ведут такой беспокоящий огонь по лидерам, по организаторам, Навальному, Яшину, Дальцову, Собчак возбуждает, хотя Собчак трудно очень назвать лидером и организатором, но она везде, как вы понимаете, и без нее нельзя обойтись. А арестовали 16-летних мальчишек, девчонок, никому неизвестных. То есть расчет такой, что за них не вступится, они будут сидеть, гниг в тюрьме. Это достаточно запугает многих. Но вот мы хотим показать, что это не так. Мы очень внимательно занимаемся этими людьми, оказываем юридическую помощь и пикетируем, места заключения, суды, когда происходят какие-то действия судебные. И вот эти митинги посвящены, в первую очередь, требованию остановить политические репрессии. Что это очень... Ну, во-первых, люди действительно брошены в тюрьмы, им ломают жизнь, а во-вторых, это очень опасная тенденция. Ведь все репрессии начинаются вот так, потихонечку. Сначала 10, 15, 50 человек, малоизвестных, за которых, опять же повторю, как рассчитывают, никто не вступится. Потом, если у лидеров не хватит умов ехать за границу, что им очень гуманно предлагается, границы открыты, паспорта не отобраны, тогда возьмут все взрывы. То есть с этим надо кончать в самом зародыше. С этими лично путинскими политическими репрессиями.